Здравствуйте. Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такое сердце. Я вязала из ниток млине в 2 сложения. То есть сматывала по 2 мотка. И у меня ушло 6 мотков белых и 6 красных. Так, основное вязание у меня было тунисским крючком. И обвязку делала обычным крючком. Номера крючков 2,5 мм. Вот обвязку делала обычным крючком, а самая часть вязала тунисским. Так, что можно про него сказать, где используется. Использовать можно как прихватку. Если связать еще шнурок и сделать петлей. Единственное, что для прихватки тогда придется верхнюю часть вязать не в 2 сложения, а в 4. Потому что вот эти части в 2 сложения красные и белые. И дают 4 сложения. А верхушка все-таки тонковата для прихватки. Можно связать сердце. Использовать как карман на детское трикотажное изделие. Пришить. Пришить, допустим, от какой-то определенной части. И будет к карману. Также можно использовать как сумку детскую. То есть вывязать две одинаковых вот такие детали. Сшить их вместе тоже до определенного момента. Для жесткости можно ригелин вставить. Ручки прикрепить. И будет детская сумка. Так. Значит... Рисунок у меня рогожка называется. Этот рисунок односторонний. Вязал его тунисским крючком и он односторонний. То есть вот здесь такое переплетение. А здесь совершенно другое. Можно вязать обычным крючком полностью все изделие столбиками без накида. И тогда у вас сердце получится двухсторонним. Можно вязать спицами. Спицами тоже можно подобрать рисунок, который двусторонний. Такой, как лицевой или изнаночной гладью, рисом, жемчужным узором. И тогда рисунок будет двусторонним. Размер одной части у меня получился 16 сантиметров. Вот этой красной и белой. Нитки вы можете подбирать по своему усмотрению. Я в этом уроке покажу, как я делала скругление тунисским крючком. А если вы будете вязать обычным крючком, то убавление происходит в каждом втором ряду. То есть вы убавляете до определенной величины. И теперь начнем. Итак, мы будем вязать тунисским крючком. Я взяла номер два с половиной и нитки малины в три сложения. Я вам сейчас покажу образец, которым я вязала. Значит, для начала вы делаете обычную петлю. И сильно ее не затягиваете. Она нам пригодится. И эта петля входит в счет. Я буду вязать на 8 петлях. Эту будем считать первой, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Набрали 8 петель. Обычным способом. Затем крючок вводим в третью петлю цепочки. И вытаскиваем рабочую нить. Петлю с крючками сбрасываем. Это у нас две петли. Три. Четыре. Пять. Шесть. И в последнюю вяжем две... Из последней вяжем две петли. Это будет 7. За нижнюю дольку. И за верхнюю. Восемь. Вот этот наборный край, он всегда одинаков при тунисском вязании. Далее поступаем следующим образом. Самую первую петлю мы провязываем одну. А затем вяжем по две петли вместе. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. То есть восемь раз мы провязали. Вязать мы будем рисунком рогожка. Вот у нас здесь появились вертикальные петли. Вот они вертикальные идут. И теперь мы крючок вводим в самую первую дырочку. Вот сюда. Самое начало. И вытаскиваем петлю. У нас на крючке две петли. И опять между вертикальными петлями вытаскиваем рабочую нитку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последнюю восьмую вывязываем из самого края кромочной. Восемь. Вот у нас на крючке восемь петель. Раз, два, три, четыре. Опять первую кромочную мы провязываем одну. А остальные по две вместе. Это будет два. Это три. Четыре. Пять. Шесть. Четыре. Семь. И восемь. Провязали восемь петель. Следующий этап. Вот между этими вертикальными петлями уже не первую дырочку крючок вводим, а между первой и второй вертикальной петлей. И вытаскиваем рабочую нить. Две петли. Две петли. Три. Четыре. Пять. 6, 7. И восьмая идет из кромочной, из края ее. 8. Вытянули 8 петель. 1, 2, 3, 4. И опять первую кромочную мы провязываем одну. Остальные по 2 вместе. Это будет 2. Это будет 3. 4. 5. 6. 7. 8. И еще раз покажу. Следующий ряд. Теперь уже крючок вводим в самую первую дырочку. Вытаскиваем петлю. 2 петли на крючке. И остальные вытаскиваем между вертикальными петлями. 3. 4. 5. 6. 7. И восьмую из кромочной, из края. 8. Значит, у нас на крючке опять 8 петель. И опять мы кромочную провязываем одну. И остальные провязываем по 2 петли вместе. 1 раз провязали. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот 8 раз мы провязали. Значит, было 8 петель. И опять в следующий ряд мы вводим крючок уже не в первую дырочку, а между первой и второй вертикальной петлей. И вытаскиваем нить. Уже 2 петли на крючке. 3. 4. 5. 6. 7. И в край. Вот сюда. Восьмую вытягиваем. И вот у нас опять раз, два, три, четыре, восемь петель. Значит, первую мы провязываем одну кромочную. И затем вяжем по 2 петли. Это будет второй раз. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. И вот у нас уже вырисовывается картинка. Рисунок рогожка. То есть вертикальные петли идут не одна над другой, а в шахматном порядке. Значит, я вязала на 8 петлях. Кто-то захочет вязать на большем количестве. То есть пошире. Тогда вы измеряете ширину образца. И вяжете ровно в 3 раза длиннее. То есть я вяжу на 3 сантиметрах. Значит, у меня длина полоски будет 9 сантиметров. Кто вяжет шириной 4 сантиметра, длина полоски должна быть 12 сантиметров. И так это умножаем на 3. И вывязываем полоски белого и красного цвета. Значит, третью полоску я вам сейчас покажу, как будем заканчивать.